Смотри, очень часто с нами, когда беседуют, спрашивают, откуда у нас информация. Наверное, в потоке. И человек не понимает, что значит в потоке, что значит в потоке, что это такое. И про поток вообще существует очень много легенд и мифов. Даже на рынке тренингов очень много существует. Например, даже название курсов есть в потоке, еще ключ потока, еще какие-то варианты. И учат интуиции. Это отдельный вид вообще тренингов, достаточно дорогие, где обучают интуиции. Я, кстати, проходила тоже в свое время обучение интуиции. Там было три уровня. Ты знаешь, я сейчас, когда вспоминаю эти тренинги, мне немножко смешно становится. Потому что идет очень большая подмена, которую человек не понимает и не осознает. Вот, например, на курсе интуиции нас учили чувство черной и белой карты. И говорили, смотри по реакции в теле. Какая в теле будет реакция. Вот если ты чувствуешь там вот жалость, значит это будет черная однозначно. Она белую там расслабилась, значит это будет белая. И человек ориентируется на ощущения. Не я, а ощущениями полностью, как физическим телом, может полностью управлять умом. И таким образом это не об интуиции. Это об игре и о разводах ума. И так тренироваться на разводах ума можно бесконечно, забивая свою жизнь ложью, когда ты лжешь. Ой, это у меня зеленая дорога. Это не ГАИ организовала зеленую дорогу. Это у меня такое сплошное везение там и так далее. Я просто помню вот эти игры, а-ля интуиция. Это, конечно, жуткие вещи. Еще один из вариантов интуиции, это когда, ну ты же чувствуешь, вот ты же пальцами чувствуешь, какая карта. Ну я пальцами могу разложить колоду из ста карт. И я даже видео уже выкладывала на эту тему. Потому что черные и белые цвета по-разному чувствуются кожей. И если у тебя тактильная чувствительность наработана, то ты можешь это почувствовать. И получается тактильная чувствительность и интуиция это совершенно разные. Но когда мы говорим об интуиции, надо говорить не об интуиции, это неправильно, надо говорить о разуме. То есть это о чувствовании себя и это о включении разума. Потому что именно интуиция это и есть разум. А видишь, как хорошо. Я не проходила ни одной практики, да, а у тебя есть опыт практик. И как хорошо, когда у тебя есть опыт, а я в потоке все это достаю. И ты знаешь, а у тебя уже есть опыт физи, а я достаю из психи, из подсознания, да. И вот это соединение дает огромный. На самом деле вот оно. То, что я не проходила ни одной практики. И ты их знаешь, да. И это нам дает вот этот коннект. Когда я достаю, оно же идет потоком, а ты ловишь сразу, да. А когда у тебя знания, и у нас соединяются вот это, вот мои знания и твои знания, да, соединяются. Соединяются и получается вот этот, на самом деле, если бы, если бы, Наташа, было, я проходила какие-то практики, да, вполне вероятно, были бы искажения. Ну да, подстройки под чужие мысли, да. А здесь чистое соединение, вот что. Так, подстроить под чужие мысли нету, и все. И получается чистая информация. Ну, понимаешь, опять-таки, когда тебе пишут и спрашивают, подскажите мне практику, чтобы натренировать интуицию, быстренько. Кстати, всем всегда надо быстренько. И причем дай, дай, дай быстренько, да. Быстренько, скажите, там какой-то ключик, да, и его споворачиваешь. Детский каприз, мам, ты пришел и дай быстренько. Дай, 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 дай. Это смешно, конечно, но какую практику тебе дать, на интуицию какую практику тебе дать? Какую практику надо дать, чтобы включился разум у человека? Вместо ума разум. Ну да. Когда говоришь практику на интуицию, она такая, а, да, вот такую практику ей дам, у тебя будет какая-то там интуиция, да, бабочка такая, которая никак не чувствуется, она такая тонкая, она такая мимолетная, и вся та херня, которую говорят на эту тему. А когда говоришь о включении разума, так бум, и мозг включается, слушая, на самом деле, какая практика, чтобы включился разум. Он либо есть, либо нет. Либо ты слышишь себя, либо не слышишь. Да, да. Либо ты чувствуешь себя, либо не чувствуешь. И на повестку дня. Либо ты врешь себе, либо ты не врешь. Все. Что ты еще хочешь знать? Ну это же элементарно просто, да? Да, да. И где, в каком месте. Где, да. Куда смотреть? Да, куда смотреть. Покажи мне это место. Поэтому вот когда вот эти все вещи видишь, слышишь, мне сейчас на этом вот в инстаграме очень много психологов подбрасывается, кто на эту тему выступает. И я понимаю, что очень много лжи. Очень много лжи и очень много плевания в свой собственный колодец. Потому что если ты до того, как ты выдать какую-то информацию, ты выбираешь, какие семена ты будешь сеять, что ты посеешь. Ты посеешь ложь, либо ты посеешь истину. Ты посеешь знание, или ты посеешь подмену. Это твой выбор. Но ты же на выходе пожнешь то, что ты посеял. То, что ты посеял. Ты же сеешь для себя. То есть ты, да. Ты кого обманешь? Себя. Себя же обманешь. Ты получишь продукт тот, который хотел. Что посеял, то пожал. Народные мудрости здесь не обманывают на самом деле. Да, да, да. Поэтому, видишь, здесь важно не практика, здесь важно не какие-то там фокусы, придумки, магии, ритуалы, еще что-то. Нет, здесь это не имеет значения вообще. Здесь имеет значение потоковое состояние, а подключение к разуму – это потоковое состояние. То есть либо у тебя идет информация, либо она у тебя не идет. И она может идти разного уровня информации. В принципе, если у тебя запрос к разуму «я сею ложь», то он тебе может выдать лги, и у тебя будет очень хорошо получаться. Но ты же потом будешь играть в эту игру. Сам. Сам. Вот это надо осознавать, что ты сам будешь играть в эту игру. Что посеял, то пожал. Как только у тебя цель заманить в ловушку, то есть посеять зерно ловушки, да, паутину, ты же в нее сам пойдешь. Совершенно верно. Поэтому, вот, кстати, на эту тему и предложения эти разные, маркетинговые, которые не проходят с инфодайвингом. Когда нам говорят насчет того, что вам надо вот так и так, вам надо увеличить количество клиентов, вам надо вот это, вот это, вот это. У меня они разбиваются вот как осколобния. Потому что это все работает на... Оно работает как-то. Оно работает на какую-то аудиторию. Но если там есть ложь, оно разобьется. И ты будешь в своей жизни иметь ложь. И лучше ты будешь двигаться медленнее, чем ты будешь иметь в своей жизни в дальнейшем пике скалы и взрывы. Да, согласна. Но иногда, конечно, чтобы человек услышал, зацепился, да, надо как-то коснуться этого человека. Потому что, смотри, вообще сарафанное радио – это самая сильная штука. Это так же, как сказки народов мира. Ну, да. То есть, вернее, даже народные сказки. То есть, у них нет автора. У них народ автор. Сарафанное радио. И они передаются, они передаются, вот они, просто как... Народной мудростью. Народной мудростью, да. Не искажаются. Как только появляется автор, появляется уже лично его... Искажение. Искажение. Потому что оно, искажение появляется, потому что у автора есть эго и эго. Вот. Появляется игра. Появляется игра. Это так. И через призму эго и ума, когда игра уже видится, мы на лекции ждали через призму эго. Я понимаю, что там те, кто слушал, обалдели просто. Но на самом деле это так. И самые простые вещи, они через призму личности становятся совсем другими. И самое интересное, что в коллективном идут самые низкосортные искажения. Но по факту и представителями потом, которые входят в науку и двигаются, становятся не всегда адекватные люди. Но что имеем, то имеем. И тогда психотерапия основывается на психоанализе. На психоанализе. Компьютерам. А индивидуальность. А есть уже переработанные отходы. То есть поэтому потоковое состояние это ключ. Это ключ ко всему подключению разума сразу дает потоковое состояние. Потоковое состояние это когда и речь у тебя льется, и информация льется, и ты просто знаешь. Вот подключение к этому источнику знаний. Мы ведь вводили людей. Это все состояние. Это все управление своими внутренними состояниями. Многие из состояний для людей полностью незнакомы. Незнакомы почему? Потому что в их жизни присутствует вина, обида, злость, зависть и так далее. И они забивают, забивают тело, потом забивают психику. И получается, что человек настолько загружен своими выбросами, своим ядом собственным, что идет самоотравление. И он не способен вообще воспринимать этот поток, этот чистый поток, который есть в каждом человеке. Он заплевывает свой источник, отравляет его. И получается, в это время у него не работает, можно сказать, интуиция, на самом деле не работает разум. У человека отключен разум, и человек совершает поступки, которые вообще несоизмеримы с поступками человека. Так же, как вода. Вода чистая и вода загрязненная. И мутная. Мутная. Вот оно. Точно так же, как сознание. Мы видим сознание ребенка, подходящего в жизнь. Оно чистое, оно световое. И потом видим состояние, уже когда он взрослеет, помутненное. А какие взрослые приходят иногда, особенно когда заболевания или психические расстройства, там света практически нет. Идет такая теневая серая масса сознания. И даже сложно назвать это сознанием. Да, особенно когда магия есть в роду. Особенно когда магия и религия. Религия. Это как, оно на самом деле, оно идет без света и оно постоянно идет рядом темнота. Прямо чувствуется рядом только разные оттенки серого. Разные оттенки серого, да. Вот вам и любимое развлечение. Ну а что делать? Но к этому же потоковому состоянию, когда человек приходит, он очищается. Это как стать под чистой родниковой, как стать под родниковую воду. И твоя муть, она стекает. И в какой-то момент у человека прояснение сознания. Так что же я делаю? Как я живу? Как я реагирую? Как я гажу сам себе? Да. Прояснить все. Вот это проявляется именно, знаешь, искренне. То есть, чистота, которая, ну она, она настолько очевидная становится. Ты видишь все свои искажения. Вот когда даже идет информация потоком, да, она льется потоком информации, ты уже знаешь, что ты в потоке. И начинает, просто ты мгновенно, у тебя открывается и это понятно, и это становится, и это очевидным, и это. То есть, как пелена сходит, да, и информацию просто идет потоком чистым. Но тогда ты смотришь на человека, и ты видишь его суть. Видишь суть, да. Видишь суть. Ты видишь суть. Он задает тебе вопрос, ты слышишь суть вопроса, да, и даешь суть ответа. Да. И тогда нет лишних слов. И тогда вообще отсутствуют эмоции. Тогда идет гармония, и внутри состояние счастья, и все. То есть, это такой баланс умиротворения, который просто есть, и это норма. Это норма общения богов. Да. Не вот эти же манные игры, лицемерные игры, услужливые, льстивые и так далее. Это все уже разновидности игр. Да. Это оттенки игр. А здесь, когда ты видишь суть, отвечаешь на суть, игра сворачивается, и тогда есть возможность развернуть осознанно ту игру, которую ты хочешь, вместо свернувшейся. То есть, для того, чтобы что-то посеять, надо убрать предыдущее, перекопать, посеять новое. Это очевидно. Точно так же в природе. И здесь точно так же. Поэтому человек из игры врывается, надо эту игру свернуть, поблагодарить, завершить, осознать, и потом посеять другую игру. Не метелить эту игру, которая была, и которой не нравится. То есть, не пережевывать ее, ругать, ненавидеть. То есть, чувствуешь, как вот даже если по образу и подобию взять, допустим, грядку, как ты говоришь, убрать. То есть, не ругаться с этими сорняками, внимание туда, а ты с благодарностью вот убрал и посеи новое. Посеи, стань хозяином. Стань хозяином. Убери. А если ты будешь ковыряться в этом говне и будешь ругаться, осознавать, вот, меня ничего не выросло и почему не выросло, то у тебя и следующее не вырастет, да? Не вырастет, потому что ты здесь находишься. Вопрос, как привести человека в эти потоковые состояния. По сути дела, это привести человека к свету, к разуму. Да, к себе. Привести человека в себя, но это, по сути, в себя. В себя. И каждый поход в себя, вот, заметь, у нас идет глубже, 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 и в себе становится очень интересно. И уровни в себя, они очень разные. и то, что буддистские учения говорят и про круг сансары, и так далее, и выход за круг сансары, он есть. И это очевидно, он есть. И полностью человек создает миры, управляет мирами. Да, а выход за пределы сансары тогда, когда ты осознаешь свою целостность. Только тогда. Только тогда у тебя есть выход. Ну, то и то надо осознать свою парадоксальность. Для этого, да, надо осознать. И согласись, что парадоксальность очень интересная штука. Скажи, это, это такая штука, когда ты видишь просто парадоксальность этой игры и невероятная, какая интересная игра. И она как. Парадоксальность делает тебя сумасшедшим в коллективном. Да. Ты на парадоксальности вылетаешь из коллективного. Потому что ты видишь суть игры. Ты видишь то, чего не видят другие. Да, ты видишь то, чего не видят другие. и ты видишь ложуость ее. Ты видишь все подмены в ней. И они поддетские, прикольные. И ты начинаешь ржать над этим. От того ржешь, что все серьезно играют. Все серьезно в это играют. Да, они в этом серьезно закопались. Но ты понимаешь, ты-то ржешь, а люди-то думают, что ты дурачок. Да, да. Я понимаю их восприятие. Но я понимаю свое восприятие. Я понимаю, что это реально очень весело. Это самая счастливая игра, которую можно было придумать, игра в жизнь. Самая веселая игра. Самая веселая игра. Она написана из Теба. Когда ты это все видишь. Здесь есть другая сторона. Вот смотри. Если мы даже самого... Я всего лишь на мгновение коснусь одного маленького. Вот смотрите. Вот то, что мы на лекции проговорили. Вот есть тогда овец. У овец есть пастухи. Раньше овец называли как? Овнами. Овны, да. И пастухи потом превратились в пастырей. Да. Ну, давайте поговорим про грех овнов. Про грех овнов, да. Поговорим про дух овнов. Поговорим про церковных. Церковный, да? Церк. Церк овнов. Поговорим про... Это так весело. Уже дальше можно не продолжать. Это настолько весело, что тому, кто эту игрушку затеял, да, вот просто вот, да, если предъявить, то ему не предъявишь ничего, если бы это было такое, да, он бы сказал... Пришел на суть господин. Да. Все, я ничего не лгал. Вот, все написано. Все. Понимаешь? Ну, все согласились играть. Понимаешь? А все открытое вообще, вот просто черным по белому, да? И вот эти вещи, когда ты видишь из парадоксального восприятия, воспринимаешь это, оно воспринимается через восторг. Восторг, потому что эта игра офигенная. И вот только через это есть приход к целостности. И, кстати, в парадоксальном восприятии очень сильно меняется мозг. Вот я как вспоминаю, когда мы с тобой проходили, это нагрузка, реальная нагрузка на голову, на физиологию. То есть нейронные связи. Ты просто чувствовал, как они росли. Да, да. Ну, нельзя по-другому сказать. Натурально. То есть ты видел, как меняется твоя мозговая активность. Ты видел, просто чувствовал, ты проживал в этом. Действительно. Ты менялся каждый день. Да, менялся каждый день. Мозг твой начинает, скажу парадоксальную штуку, работать. Развиваться. Развиваться. То есть 5% у обычного человека превращается в 100% в парадоксальном восприятии. И это факт. И это чувствуется физически. Это чувствуется физически, да. Я просто вот, когда вспоминаю вот этот период, когда мы с тобой полностью висели в парадоксальном восприятии, раскладывали психику, раскладывали мир мертвых. Это, конечно, жесткие вещи. Жесткие, но при этом как интересно было это видеть. Какой кайф был. Видеть очевидное. Невероятное. И знаешь, оно такое простое. И оно такое очевидное. А ты видишь, насколько все серьезно принято. И сколько в этом страданий, в этой серьезности. И сколько боли там, и болезней, и страданий. Просто, а ты видишь, что это элементарно, просто и очевидно. И тебе весело, да. И ты говоришь человеку. И скажи, что это весело, а у человека. Ты даже говоришь человеку суть, его искажение. Человек говорит, неправда, я не такой. И тум, отбивание идет. Все. Вот. Закрыт. Закрыт. Вот он в своем мирке закрыт. Он не может выйти за рамки этого мирка. И начинается цирк. И это, конечно, начинается дрессора, начинается управление, власть и так далее. А если про овнов еще глубже посмотреть, да? То там еще веселее. То там еще веселее. И если открыть глазки, просто открыть глазки и посмотреть, не отбивать слова услышанные, а просто открыть глазки и посмотреть, то будет шок. Просто шок. Вот мне кажется, что прозреть можно вот так. Вот это и есть прозрение. Это прозрение, да. Оно может случиться вот просто спонтанно, зависнув на этом подкасте. Прозрение. Прозрение. Зрение. То есть глазки поверни, посмотри. Разверни глазки вовнутрь и внутри себя. Вид очевидное. Сюда смотришь ты, а туда смотрит Бог. Посмотри вовнутрь. Вовнутрь тебя смотрит Бог. Всегда смотрит вовнутрь тебя Бог. И это твоя вторая часть. Та часть, от которой ты отказался, вынеся его наружу. Это невероятные штуки. Но вот опять-таки приводить к этим восприятиям человека – это путь. Это путь человеческого развития. Это игра на разных уровнях, как Тетрис разных уровней, как, не знаю, Half-Life разных уровней. Ты знаешь, я теперь понимаю лабиринт Минотавра. Очень хорошо понимаю, что это такое. Согласись. Пока ты в лабиринте, ты там гуляешь. Ты играешь. Ты играешь. Вот в игру этого. Выйди за рамки лабиринта и посмотри на него целостно. Ты видишь выход. И видишь того Минотавра. Ха-ха. Да. Три раза. И это так очевидно, вообще четко. Лабиринт Минотавра. Выйди за пределы. Стань целостным. Стань целостным. Увидь эту картинку. Но видишь, целостным – это опять-таки определенная структура мозга. Это определенные нейронные связи. Да. Это определенное видение. Это тренировка. Это тренировка. Наташа, это тренировка, как мышцы. Это как накачать мозг. Так накачивается мозг. Один в один накачивается также психика. Но только для этого тебе это надо быть, чтобы тебе было это интересно. И заниматься. И заниматься. Один в один так же, как человек, допустим, изобретает телевизор, изобрел. И дальше ему эта тема интересна. Он его еще больше усовершенствует. Еще. И у него действительно то, что казалось бы, вообще нереально. А это становится реальным. Точно так же с мышцами. Точно так же с психикой. Один в один. Кстати, ключ потока. Мы-то будем давать курс, который так и называется. Ключ потока. Совсем скоро. И сегодня у меня из США спросили, чтобы мы немножко рассказали про то, что мы будем давать на курсах, в которые мы поставили новая программа. Ну, мы, наверное, про каждую программу отдельно потом расскажем. А коль мы сегодня разговариваем о потоке, то я бы хотела остановиться и на ключе потока. Что давать будем. Вообще, задача этого курса, чтобы человек прочувствовал этот поток на себе. Да. Чтобы он в него вошел. И для этого, как идет информация по телу. Да. А не через отклики, а через суть внутри. А для этого мы с тобой в потоке должны быть. Мы, как и все наши курсы, мы всегда курсы проходим именно в потоке, в чистом. Мы составляем курс, да. Но у нас всегда непосредственно перед курсом мы его начинаем погружаться, углубляться. И мы входим в этот поток, и начинается курс. И мы этот курс всегда ведем в потоке. Всегда. Никогда у нас не было курса без потока. Именно поэтому в записи... Ну, заметьте, у нас всегда перед курсом есть программа. Мы знаем, что мы даем, какие практики мы даем, какие техники и так далее. Потом за день до курса... Вот один раз было, когда нас вообще на тени вынесло, что мы давали не то, что мы планировали. Вообще полностью сменили программу. То есть за день до курса начинается углубление. Мы входим в эти состояния, и все нас понесло. И мы из очень больших глубин даем. И за счет этих потоковых состояний мы можем увлекать за собой людей. Подхватывает. Подхватывает. Поток подхватывает. Сила, да. Потому что это силовая часть уже идет. Потому что если заранее так разложил по полочкам, то план действий, он просто будет планом действий. План действий... Как инструкция будет. Да, как инструкция. Мы будем идти в себя. У нас будет практическая часть. Как углубляться, как чувствовать. У нас будут выходы за грань психики для того, чтобы человек четко словил и зафиксировался в парадоксальном восприятии. У нас будет попытка, потому что там будут и новые люди. Для тех, кто старенький у нас занимается, кто много прошел. Для тех, вот это потоковое состояние, соединенное с парадоксальным восприятием и с целостным восприятием, это еще одна грань углубления. А для тех, кто новый придет, им тяжеловато будет. И им хотя бы прикоснуться к этому, чтобы войти в эти состояния. А к этому будет дана психотехническая база, по которой они будут работать. То есть это соединение состояний, состояния сознания, с состоянием потока информационного и с психотехнической базой. За что цепляться, чтобы в дальнейшем это работать. Но при этом новые люди, которые пришли, они в поток войдут в любом случае. Поток подхватывает. И у них тогда интерес в дальнейшем просыпается и желание. Потому что столько интересного узнает. Смотри, ограничитель какой срабатывает. И это тоже будет на этом курсе убираться. Конкретно через практическую психотехническую базу. И это останется у человека, когда он попадает в эти состояния, сразу срабатывает страх. И если он идет с нами, то этот страх как бы уходит в сторону. И его смывает, как будто его нет. А потом человек по нашим видео начинает тренироваться сам. И когда он начинает тренироваться сам, у него возникает страх. Причем, опять-таки, вчера имела такую же обратную связь. Этот страх даже человеком не осознается как страх. Это может быть пустота, это может быть некое пространство. Это может быть некий такой психоделик, который у человека даже может не восприниматься как страх. Но при этом он приводит к тем изменениям, которые ему дискомфортны в теле. И уже эти изменения вызывают у него страх, к которому он привык. То есть возникает такая дельта. Вот эту дельту мы хотим вообще убрать на курсе. И убрать вообще страх. И если он возникает, чтобы человек идентифицировал это как страх. И говорил, он же хозяин, он сам себя боится. Так разберись сам с собой. Потому что там бояться нечего. В этих состояниях есть только ты. Это состояние целостности. Это о целостности. Потому что страх это значит, есть еще где-то игра незавершенная. Ее надо взять и завершить. И неважно, игра в болезнь, игра в отношения. Еще какая-то есть игра, которая тебя напрягает. И которая так тун-тун-тун, как струна говорит. Обрати на меня внимание. И давай ее закроем. Вот эти вот вещи мы тоже будем в потоковых состояниях. Они как бы подсвечиваются. Знаете, это как бревно несущееся по реке. Оно цепляется за камни. Оно мешает потоку. Вот эти бревна надо будет повыкидывать. Если их не выкинуть вручную, так они не идентифицируются. Какое у меня бревно? У меня нет бревна. А там в потоке они видны. Они чувствуются, они осознаются. Их легко осознавать, с ними легко работать, заливать. Или там еще. Ну, здесь уже даже не заливать пойдет. Другая психотехническая база пойдет. Как работать с этим совсем? Как убирать? Ну, в любом случае, если вы имеете дело со страхом, значит, со страхом надо разобраться. Страх прятать, откладывать в сторону и так далее не надо. Это засорять психику. Или ненавидеть. Или ненавидеть, там еще что-то. Бороться со с ним. Давить, да, нет. Разные варианты, опять-таки, варианты официальной психологии. Абсолютно нерабочие. Это называется... Причем вообще? Создай снова игру. Да. Вот тебе одна игра надоела, создай следующую тупую игру. Да заверши ее уже. И в этом получается ковыряйся, и ковыряйся, и ковыряйся. Да заверши, закрой с благодарностью, что она у тебя была. И создайся. Да. Новая. Будь хозяином своего. То есть, своего... Это не надо тебе, если у тебя там, ну, грубо сказать, у тебя на участке там или дома, у тебя лежит какашка. Не надо тебе смотреть на эту какашку и ругать там, кто положил это, как могло. Кстати, очень, между прочим, показательно. Кто, да, как вот человек начинает бу-бу-бу и начинает подхватывать все ближние, да, начинают злиться между собой, ругаться, пошла игра, да. Увидел, ну, убери. Убери. Будь хозяином. Путь. И все, у тебя дома... Чисто. И чисто, и спокойно, и все в любви, да. Если ты взял это животное, да, соверши действие, вот, которое покакало, да, у тебя, убери. Просто сверши... Возьми вот на себя, и у тебя тишина. Не надо начинать. Ты брала это животное, ну, допустим, да. Ты отвечай за него, там, вот это поэтому не надо. И пошла такая, знаешь, хав-хав, хав-хав, хав-хав. И подхватываю. Я прям это вот чувствую, вижу, как это на самом деле... Как развиваются бытовые вот эти все вещи. Да, пустота, на самом деле пустота. Вот пустота, которая, знаешь, потом так... Создает иллюзию жизни. Иллюзию жизни, мало того, иллюзию, блин, борьбы, войны. Борьбы, значимости. Так смотри, так развиваются все игры от малых до больших. Абсолютно так. То есть человек выделяет эмоцию на чем-то пустом. Эго его работает. Как мы работаем с детьми? Мы видим родителей, у кого есть проблемы с эго. Что мы делаем? Мы сразу... Сдуваем эго, и при этом не работаем. Ждем, что будет на выходе. А на выходе либо включается разум, либо снова надувается эго. Ну, если оно надувается, снова спускаем. И ждем. И ждем. А если включается разум, уже у человека подход, он начинает двигаться, он осознает, блин, да где-то ж я все-таки за собой не убираю. Вот тогда с ним уже можно работать. Потому что убираю – это уже действие. Человек начинает двигаться тебе навстречу. Вот тогда с ним можно работать. А если человек не двигается, какой смысл с ним работать? Под лежачий камень и вода не течет. Поэтому вот эти все штуки, они такие интересные. И вот эти лежачие камни, заметь, в потоке, поток несется, но они же их не слышат, не видят и не осознают. Да, да, да. Они в нем находятся, но они его не осознают. Значит, надо, чтобы ты стал не камнем, а водой журчащей, чтобы ты не носился вместе с потоком. И тогда ты полностью в потоке можешь брать любую информацию, видеть суть, видеть суть человека, видеть суть проблемы, видеть суть решения любой проблемы, суть решения любого конфликта. И тогда самое интересное в потоке, ведь в потоке все идет по образу и подобию. И тогда в потоке у тебя тут же приходит, это как вот, это как тут, 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 тут. И у тебя варианты даже из природы нарисовываются как по подобию. Полностью. В этой ситуации. Вообще. Полностью. Вот из природы и вообще из жизни. Из жизни, да. Как это будет работать. Элемент работы. Ты видишь, как это будет работать. Знания вот они. Они лежат, вот они везде лежат. Они везде. Просто камни нет нейронных связей. Ему нечем взять это. 5% только. 5% работает. А если бы работал 100%, А то даже и два, наверное, у некоторых. Вполне. А у некоторых вообще не работает. Ну, это так вот. Понимаешь, нас послушать, мы стебемся. Нет, мы говорим истину вообще, чистую правду. Вот как есть. Говорим как есть. Просто всего лишь не надо отбивать. А так, хлоп, дайте я подумаю над этим, повешу. Ну, видишь, когда ты человеку запускаешь поток вот этого чистого сознания, Ты родниковой воды запустил, И у человека не день в день. Проходит несколько дней. Потом так озарение, озарение, озарение. Помнишь, на курсе мы работали с девушкой, Как раз брали в проработку и говорили, Что у нее в течение нескольких дней будет что-то эти озарения. Вот она мне пишет, озаревает ее. И это счастье на самом деле. Потому что у нее же параллельный ребенок идет на выход. И она идет. Конечно. И она идет семимильными шагами. Это чистота, это о чистоте души. Это о развитии сознания. И когда человек приходит к себе настоящему, Богу, ему уже хочется сделать следующий шаг. Следующий, следующий, следующий. Потому что эта игра, она невероятна. И вот смотри, я просто вспоминаю буддистские учения, Когда там говорят, вот там из круга сансары нету выхода, А потом там Вишна или Кришна, кто там говорил о том, Что дальше есть другие миры, другие уровни развития сознания. И что именно боги создают эти миры, И боги играют в эти миры и так далее. Но он упустил одно самое важное. Для того, чтобы играть в эти миры и создавать эти миры, Надо иметь физическое тело и пребывать в физическом теле. И не потерять физическое тело. Только в физическом теле. И это все управления идут из физического тела. И тогда греховно уже превращается тело совсем не греховно. Тело – это счастье Бога. Да, подарок самому себе. Это бесценный подарок самому себе, Бога. И тогда совсем другая игра. Тогда другая игра. И она гораздо интереснее, чем быть овном. И человек тогда приходит к себе, и он понимает, Вот мы же только пока вышли за, ну, грубо говоря, За первый контур психики, да? И первое, о чем идет речь, это о бессмертии тела. Как психическая способность человека. О бесконечности ресурса. Как психическая способность тела. То есть у тебя уже жизнь не конечна, Если ты ее не завершаешь сам. Неосознанно. У тебя уже тело не конечна, Если ты его не складываешь сам неосознанно. Да. И тогда ты будешь заботиться о том, что ты кушаешь. Дома ты будешь. Как ты проявляешься. Хозяином будешь. Как ты заботишься о своем теле. Ты становишься хозяином в своем доме. Разрушится твой дом или нет? Да. И вот здесь другая тема начинается. Так это первый контур выхода. А там же что нарисовывается? Когда мы начинаем в эти состояния входить, Которые за находятся. Там находится отсутствие гравитации. Блин. И понимаешь, что дальше следующий шаг. Будем говорить о левитации. Там работа пространства-время. Следующий шаг там. То есть мы к этому сейчас подошли. Да, мы это еще не осознаем. Еще куча пройти. Но мы воткнулись в то, что это уже там есть. Как возможность. Реально. То есть это как реальность есть. Если до этого, пока мы были в круге психики, этого там не было, Мы, конечно, и этот контур мы можем назвать, что это психика, это расширение психики. Но мы смотрим по тетраэдрам. Вот тетраэдр обычного человека. Да, вот эти три круга описаны. Полностью курс инфодайных знаний. Книга инфодайных знаний. Страница 14. Все разрисовано. Все показано. И до этого две книги посвящены подробному объяснению, как это все работает. Но когда ты выходишь за это, там есть дальше. И вот это дальше, оно уже ты офигеваешь. Потому что там уже геометрические такие скачки в развитии. Там уже дискретность сознания появляется. Там невероятные штуки появляются. Но это и возможности психики в проявленном мире. Да. И опять-таки тренировки, тренировки, тренировки. Потому что у нас сейчас много работы идет с детьми. Много работы идет с нашими детьми. Даже мамы не знают об этом. Не знают, а нам с тобой это интересно. А нам это интересно. Да. А еще ты знаешь, что не произнесла про телепатию. Ты знаешь, что мы плотнее всего с тобой, Наташа. Еще не успела тебе сказать. Мы подошли плотнее всего с тобой к телепатии. Но телепатия, она же уже на границе психики. Она уже становится нормой. Да. Смотри, это о целостности. Когда целостность разговаривает с целостностью. Да. Вот это и есть телепатия. Просто прямое знание. Ты просто знаешь, что это у человека в голове. Да, это просто знание. И иногда слова не нужны. И не нужны слова. Оно просто вот... Заметь, речь нужна, это когда ты уже круг сжимаешься к телу туда. Да. Вот там речь нужна. Да. А на этом уровне уже... На этом уровне речь не нужна. Она нужна только, когда ты суть сказал, суть произнес. Все. И суть услышала сразу. Ведь суть может быть в одном слове, да? В одном слове. Суть. А информации в этом одном слове невероятный объем. Вот оно. За счет чего сложное парадоксальное восприятие? За счет чего сложное, реально сложное получается книга парадоксальное восприятие? Потому что ты пишешь одно предложение, а за ним идет блок информации. И либо ты этот блок информации примешь с этим предложением, либо ты его табьешь. И тогда предложение будет оборванное, пусто. И тогда вот эти наборы предложений, они будут содержать смысл все равно. Но они, получается, как оборванные. А когда у тебя идет... Ну, то есть если у тебя флешка на гигабайт, ты не можешь терабайт принять на нее. Но когда твоя флешка возрастает, ее объем, и она уже на терабайт, она тогда закачивает сразу терабайт вместе с этим предложением. И у тебя прояснение сознания. Блин, так это же очевидно. И смотри, когда очевидно, тебе не надо ничего доказывать. Ничего. Вот за счет чего, получается, инфодайвинг развивается, и люди приходят, учатся. И ни один из них не кричит, дайте нам доказательства. Ни один. Это не потому, как могут сказать, а, они неадекватные. Нет, у нас учатся очень адекватные люди. Те, кто приходят инфодайвинг. И очень смешные люди. Да, 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 да. И смотри, за счет чего? Они просто приходят в то состояние, когда это очевидно. Это очевидно. Какое доказательство? Доказательство – это конкуренция. Конкуренция – это уже пошла игра на низы. Это уже не целостность. Это в ограничении ума. Это уже сразу. Это в ограничении ума ты вваливаешься. А когда ты в разуме, у тебя есть очевидно, с чего начиналась наука, как наука смогла отделиться от церкви. Вот, что очевидят, то уже мы будем играть с этим, что очевидно. И они играют с тем, что очевидно. И поэтому они назвали, ограничили это первичностью материи. А на самом деле в сознании, очевидно это происходит в сознании, и очевидно запускает сознание, а не материя. И тогда очи видят то, что в сознании. Да, именно так они и видят. И тогда первичность сознания идет. И тогда человек, он именно и слышит. Вот приходят кто в инфодайвинг, да? Они, почему не надо доказательств, не требуют доказательств? Потому что внутри есть четкое знание. Чувствует человек, он просто не возникает сомнений. Сомнений не возникает, он чувствует. В себе отклик. Это так. Это свет. Это я. А чтобы очевидное стало неочевидным, надо замутить. Надо замутить и надо солгать. Надо отравить, солгать. Отравить. А это все для чего? Потому что самому лень работать или самому стыдно себе смотреть в глаза. Потому что эго еще вдобавок хочется быть. Да, эго начинает работать, дискличности включается. И пошло обратное сжатие, и все. И потом вообще, когда личность исчезает, индивидуально исчезает, размывается в коллективном, значит, надо объединять в стада этих личностей. И тогда толпы лидеров. Появляется пастух, лидер, да? Да, толпы лидеров побежали осваивать просторы бизнеса. И я лидер, я лидер. Кукарику, да? Блин, я сейчас, кстати, штуку сказала в десятку. В десятку. В десятку, ты посмотри. Сама даже замерла. Ты посмотри. Переходим уже, короче, на изовнов. Домашних птиц. Понижение сознания. Деградация. Деградация. При всем том, что есть, нарастает разрыв. Есть сознания, которые уходят вперед, очень сильно уходят вперед. И есть те, которые очень сильно уходят назад. Разрыв. Вот оно, переход на пятую платформу. Вот оно. Вот он, разрыв, который идет. И он сейчас очевиден. Почему предсказанный апокалипсис как раз на вот это время, там в разных учениях, да? Он же на самом деле сейчас идет. Он уже на самом деле, уже можно открыто об этом говорить. На самом деле идет по полной программе уже. А если у тебя включен хоть немножко разум, посмотри, что происходит вокруг. Да. Посмотри, как у человека проявляются все скелеты, которые он прятал в шкафу. Он прятал злость, она вырвалась наружу. Все, что он... Прятал гнев, он вырвался наружу. Да, закрывал, подавлял. Все это сейчас, вот оно на поверхность. Мертвые встают из могил. Мертвые встают из могил. Все скелеты, которые были у человека в шкафу, вываливаются из этих шкафов. И ты смотришь на эту элиту, вот, все скелеты выкатились. Вся ложь, она вылазит, наверное. Причем она не смотрит, ты богатый или ты бедный, ты известный или ты неизвестный. Все вываливается. На самом деле искажения, все искажения сейчас становятся видными. Вопрос, что ты с этим добром будешь делать. Если ты его обратно запихнешь в шкаф, пожалуйста, добро пожаловать в прошлое. Оно взорвется скоро. Тоже, оно в прошлое, правильно ты говоришь, да. Добро пожаловать в прошлое, да. Будешь перегружать этот уровень заново. И пошли снова меситься в коллективных играх еще на понижение сознания. А те, кто это осознает, и идут, блин, я здесь косячил, это правда, это, вот, добро пожаловать сюда. Есть еще третье, да, добро пожаловать. Есть еще третье, когда начинаешь в это играть, которое вывалилось из шкафов, и ты начинаешь в это играть, да, злиться. Это снова добро пожаловать. Место завершения. Место завершения, потому что все по образу подобия онкологии. Когда уже процесс метастазирует, то дальше либо ты умрешь, либо химия, либо, 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 либо. Но в любом случае это страдание, это на понижение. Кстати, сейчас тот период, когда вот это именно вывалилось. Вывалилось. И начинают ругаться между собой. Кто уберет, кто намусорил, кто нагадил. Вот это, вот то, что я рассказывала дома, если как покакал, да, ты убери просто. Или же начинают ругаться, вот это сейчас время, и начинают все сюда вваливаться, и начинают, и что будет? И разбегутся. То есть, вот если по образу и подобию семьи, да, если вот так постоянно гавкаться, да, все, разбегаются люди. На самом деле ангелы трубят, да, как это было в этих ангелах трубят, в психике они тоже трубят. Ангелы трубят, и человек уже сам себя начинает судить за вот эти скелеты. Уже, да. Вопрос. Ты с ними разбираешься и говоришь, молодец, ты свободен, и ты счастлива идешь дальше. Или ты не разбираешься с ними и сам себя судишь и обрекаешь на следующие круги. Ну, а те, кто эту игру запускал, да, и хоть чуть-чуть не осознает, и их же подсознание это помнит. Они говорят, ну, блин, все написано, все очевидно, это игра. Ничего не скрывалось. Ничего не скрывалось. Мы даже вообще не скрывали. Ну, играли так, и вы согласились играть. Все согласились, все играли. Ничего не скрывалось. Просто они не соображали. Да. Просто не включался мозг. Не хотелось бы. Хотелось быть домашним животным. Просто мы смотрели в зеркало домашним животным. Ну, потому что сами таковыми являемся. Да. Офигенная видушка. И на самом деле вот то, что мы с тобой сейчас проговаривали, да, вот этот подкаст, это подкаст в потоке. В потоке. В потоке, который либо цепляет человека, у которого есть еще вспышки света, либо проносится мимо. Да, 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 да. Да. Если есть вспышки какого-то света, они зацепятся обязательно за большой огонь. Да? А либо пронесутся просто, как угольки потухнут и смоют потоком их просто. Поток либо есть, либо нет. Это поток внутри каждого человека. Вообще невероятно, потому что мы все смотримся в глаза друг друга. И благодаря, да, и благодаря, мы составляем, благодаря тому, что мы все есть, у нас есть вот эта красивейшая игра. Только. А что играем, господа? Ну, два восприятия. Если мы смотрим из объективного, то мы все частицы одного большого целого, и мы все по образу и подобию Бога. Мы все дети Бога. Кто-то ручка, кто-то ножка, кто-то глазик. Это из объективного восприятия. Либо из субъективного восприятия, из целостного восприятия, из инфодаймга. Мы каждый целостен. Мы каждый есть полный поток. Полный, да. Мы каждый есть целый поток. В каждом из нас есть вся информация, абсолютно вся. Можно сказать, да, обо всем. Можно сказать, каждый из нас – это и есть Вселенная полностью, которая может всегда создать настоящий мир, то есть игру, свою собственную. Более того, это доказали Бом и Прибром еще в свое время, когда они рассказывали про голографическую Вселенную. Кто? Бом и Прибром. Это такие ученые два. Ой. Которые рассказали про голографичность Вселенной и о том, что каждый кусочек голограммы содержит информацию полностью обо всей голограмме. А, хорошо, давайте, да, хорошо. Да, правильно. Давайте поговорим про мандалу. Как устроена мандала? Ведь точно так же. Ты возьми любой рисунок. Вот смотри, как просто очевидно на глазах, да, ведь это тоже, это знание. Мандала – это запись информации. Запись, так, а ты возьми кусочек мандалы, и в ней будет вся мандала, если под микроскопом. У того под микроскопом возьми снова кусочек, и все, вся будет мандала. Вот это. Целостность. Ну, точно так же, ты берешь психику человека, вот эти тетраэдры. Да, да. Берешь больше, опять берешь больше, все по образу подобное. Целостность, полная целостность. Каждый из нас целостен. Мы никак не являемся частичками. Никак. Рыбка, если мечет икру, большое количество икринок, то никак не может быть, что в одной икринке там плавничок, в другой икринке глазик рыбки. Нет. Мы не частички, мы целостные. Мы целостные, абсолютно целостные. Вопрос, готов ли человек взять ответственность за всю целостность мира на себе? А вот в этом уже и суть. Играем или не играем? Да. Да. Да.